Микс Ньюс Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире программа «Выбор», в рамках которой мы говорим о проблемах зависимостей. Яна Смирнова, гостем предыдущей программы, был алкоголик, который не пьет уже 17 лет. Сегодня мы говорим о зависимости от наркомании. У нас в гостях выздоравливающий наркоман, имя которого мы не раскрываем на условиях анонимности. Я благодарю вас за то, что вы пришли. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы мне до эфира сказали такую сильную вещь, как мне кажется, что сегодня бросить употреблять наркотики не так сложно, гораздо сложнее приобрести зависимость. Вот ваша история, как зависимость появилась в вашей жизни? Ой, ну, я немножко растерялся, что все так быстро началось. На самом деле, зависимость – это такой глубокий вопрос. И в силу работы по программе, естественно, выздоровления, разбираясь в себе, я понимаю, что именно зависимость как такова, она появилась у меня гораздо раньше. Да, то есть в детстве, да, в далеком детстве. Да, и в моем личном случае, да, моя зависимость выразилась в зависимости от чужого мнения. Да, то есть, ну, и под этим всем стоял страх, да. Что подумают окружающие. Да, что подумают обо мне окружающие, и это вызвало чувство стыда, да, то есть, там, я буквально могу вспомнить, как я ходил в Ясли, и у меня была такая няня, тетя Люба, вот, и однажды, а я родом Согра, да, то есть, ну, маленький город, у нас все друг друга, как бы, знают, вот. Вот, я помню, как она задала мне вопрос, да, что у тебя папа снова напился, да, и я испытал стыд, первый раз в жизни я испытал стыд, потому что я понял то, что какие-то вещи, которые происходят у нас дома, о них знает кто-то еще, да, вот, ну, то есть, я ребенок, да, вот, я испытал стыд, и потом вот на этом начала формироваться зависимость, это долгий комок, да, потому что я боялся испытывать стыд, да. Хотел с уйти от этой реальности. Естественно, да, соответственно, как бы, ну, я выдумывал себе какие-то роли, да, и они просто усугублялись, то есть, у меня была зависимость от чужого мнения, да, потому что я боялся, что кто-то узнает обо мне, ну, какую-то реальность, да, и вот так это все формировалось, то есть, ну, и возрастал страх, да, то есть, ну, он растет, этот страх, а потом, когда его очень много, он просто мешает мне де-факто жить, да, общаться с девушками, там, реализовываться, я не знаю, элементарно, там, в кружке театра в школе, да, то есть, да, и даже если у меня есть какие-то таланты, да, и педагоги их видят, то мне страшно, я все время, ну, просто уже чего-то боюсь, просто по факту, да, испытываю страх, вот. Вот, и само употребление, да, то есть, это просто уже симптом, один из тяжелейших симптомов, вот, и, ну, когда я начал употреблять, я перестал испытывать страх, да, но, естественно, на первых этапах употребления, да, я думал о том, что я употребляю для того, чтобы испытывать удовольствие, да. То есть, так называемый кайф. Да, испытывать удовольствие, но сегодня я могу точно сказать, я, как бы, проанализировал, да, это был, ну, такой самовнушительный обман, да, поскольку я начал употреблять для того, чтобы перестать испытывать неудовольствие, да, то есть, ну, вот, а себя обманул, что я это делал ради чего-то, потому что, ну, я не хочу там никого обсуждать и так далее, но я за свой опыт не встречал ни одного человека, да, который, ну, употреблял бы наркотики, да, и говорил бы, что это классно, я таких людей не знаю, никогда их не видел, да, то есть, это неправда. Каждый понимает, что это, ну, мягко выражаясь, пятая точка, да, ну, и ни к чему хорошему это не ведет в любом случае, да, то есть, ну, вот. Ну, вот вы сказали о детстве, получается, что зависимого человека, ну, и наркомана в том числе, можно вырастить? Можно ли так сказать? Нельзя сказать, что вырастить. Ну, вот если проанализировать на вашем примере. Ну, знаете, как вам сказать, ну, вот, я лично не встречал ни одного человека в своей жизни, да, то есть, ну, зависимого, употребляющего, да, у которого, допустим, в детстве, да, было как в американских фильмах, да, то есть, ну, по субботам свидание с девочками, да, дома все в порядке, родители работают, копят иммунообразование, да. Благополучная семья. Ну, по воскресеньям у них пикник, да, там вот эти ватрушки, кисель, да, ну, я таких людей не видел, да, то есть, ну. Среди наркоманов. Да, ну, то есть, нет такого, да, что они, и тут дело, ну, в благополучии, как бы благополучие, по моему мнению, не совсем подходящий термин, да, потому что благополучие ассоциируется у всех с материальным состоянием, да, есть, ну. Моральный комфорт, скорее имеется в виду, да, любовь, любовь, вот, любовь, внимание, да, то есть, ну, это то, что хотят дети. Да, даже в обеспеченной семье ее может не быть, а это пустота, которую нужно заполнить, в том числе и химические вещества, они наполняют этой любовью, ну, скажем так, лже наполняют этой любовью. Знаете, вот именно почему я и сказал, да, они тебе позволяют перестать испытывать не удовольствие, не комфорт, да, а точнее они тебя обезболивают, потому что если у тебя нет любви, у тебя есть боль, особенно если ты видишь тех, у кого она есть, да, ну, это нормально, ты растешь, ты маленький, да, ты себя сравниваешь, да, почему у них вот так, а у меня там вот так, и это вот то, а вот это, вот это. Ты же чего-то не понимаешь, да, ну, в силу своей какой-то еще неразвитости, да, то есть, ну, интеллектуальной, там, опыта жизни и так далее, ну, такие как бы вещи какие-то, ну, то есть, компания, там, вот это все, ну, знаете, это все играет большую очень роль на самом деле. Какие чувства испытывает наркоман? Какие эмоции? Вы знаете, вот чувства, это, наверное, все-таки самый такой тяжелый вопрос, да, потому что в основном испытываешь чувство страха и боли, да. То есть, тот страх, который вы старались побороть, вы его все же испытываете? Я испытываю страх сегодня, так же самое, я продолжаю оставаться зависимым, и я по-прежнему испытываю страхи, да, то есть, ну, регулярно, да, тревоги, страхи, да, ну, просто сегодня я умею их идентифицировать, да. И как бы понимать, что страх, он просто есть как механизм, да, который пытается к себе применить какие-то вот, ну, допустим, вещи из сегодня окружающей меня реальности, да. Но если я остановлюсь и выдержу паузу, да, и пропишу, например, на бумаге, да, или просто проанализирую, да, то есть, ну, в голове, что, допустим, есть ситуация, что из нее вытекает и так далее. И я просто, ну, как вам сказать, я в здравом, ну, в здравомыслии, да, я вижу, что почвы для страха нет, да, то есть, ну, и это как бы, ну, может мне помочь, допустим, ну, двигаться, да. Но это не значит, что я сразу перестану его так испытывать, ну, нет, такого нет, как бы, да, то есть, ну, очень трудно. И второй такой еще момент, наверное, все-таки есть, что вот, как вы спросили про чувства, ну, негативный букет из чувств у тебя есть, а потом просто ты чувствуешь либо хорошо, либо плохо, да, то есть, ну, и негативные чувства, они приходят, ну, в моем случае все вместе ко мне. Даже сегодня и раньше сразу они все вместе работают, да, то есть, ну, один больше, другой меньше, но суть в том, что они вместе, да, как бы, ну. Ну, а самое страшное начинается, на самом деле, тогда, когда ты остаешься чистым, да, когда ты перестаешь употреблять, когда ты начинаешь осознавать то, что ты не чувствуешь ничего вообще в этой жизни, да, ты не понимаешь, что такое любовь, ты не чувствуешь этих чувств, да, у тебя их, ну, нету, да, то есть, ну, они атрофированы. И это больно осознавать, да, то есть, ты можешь смотреть на своих близких, да, самых близких тебе людей, и ты не идентифицируешь любовь к ним, да, то есть, ну, и это очень больно, да, но благодаря программе выздоровления, да, я могу научиться это делать, да, то есть, ну, и есть какие-то вещи, которые новые, например, случаются в моей жизни, да, Ну, я очень благодарен, ну, в этом случае, ну, высшей силе, да, да, скажем, там, ну, в лице, я не знаю, Бога, там, ну, как я его понимаю. Ну, каждый определяет сам для себя. Да, ну, вот, то есть, не, ну, знаете, для меня высшая сила может быть Бог сегодня, завтра просто удача, послезавтра что-то ещё, я не парюсь на этот счёт, да, то есть, ну, вот, что, допустим, уже в чистоте, да, ну, я стал отцом, да, Да, и, допустим, любовь к своему ребёнку, да, это чистое чувство новое, которого у меня не было, да, и я рад, что это приходит. И на самом деле всё-таки временами я чувствую то, что очень редко, но я умею чисто радоваться каким-то вещам заново, потому что я не умею радоваться жизни. Вы учитесь сейчас. Потому что, понимаете, есть такая проблема, да, ну, может быть, это так как-то откровенно будет звучать, да, но я реально понимаю то, что в моей жизни сегодня ничего не может случиться такого, да, что по уровню, как бы, эндорфина в моём голове, да, оно даже рядом не встанет, ну, с употреблением. Никогда. И именно из-за этого ты не можешь радоваться, тебе всегда нет вот этого вот количества эндорфина, оно нигде не подскакивает, ни в какой ситуации. То есть, ну, если простой человек независимый может там вкусно поесть, там что-то сделать, он там наслаждается жизнью, да, и, ну, то есть, у меня там был случай, например, когда, ну, образно говоря, я сижу вот там в кругу близких мне людей, да, да, там приготовили какой-то особенный торт, да, все им наслаждаются, там, и мне спрашивают, ну... Не чувствуете вкуса? Не, я вкус чувствую, я всё чувствую. Не, просто задают вопрос, ну, вот там, ты там, как вот, эмоции там у тебя? И я поворачиваюсь, смотрю на них, да, мне как бы абсолютно безразлично, торт это, да, или что это, да, то есть, а они радуются в этот момент. Я на них смотрю и говорю, а вы пробовали когда-нибудь опиаты? Ну, это вот мой ответ на вопрос, да, потому что и вот из-за этого тяжело научиться радоваться, вот это вот счастье испытывать, да, потому что, ну, Ну, но иногда оно приходит, и это радует, это как бы даёт надежду, оно приходит, потому что, ну, я понимаю, что всё-таки я, наверное, становлюсь по какому-то, ну, в первую очередь, внешнему фактору, да, ну, и для меня важен внутренний фактор, да, нормальным человеком, да, то есть, ну... Ну, а состояние, когда ты принял дозу, это можно вообще с чем-то сравнить? Вот насколько это контрастная эйфория? Ну, я не могу объяснить это. Это несравнимо с чем-то, что знаем мы, скажем? Ну, я не могу объяснить ни одному человеку, который не употреблял, и, ну, что ты чувствуешь, да, как тебе, там, хорошо, там, или так далее. Ну, это невозможно объяснить словами, да. Это из серии, как любовь, словами объяснить же тоже нельзя, да, ну, она же прёт, она прям людей прёт, так они не спят, не едят, да, они, там, готовы весь мир покорять, да, то есть, ну, 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 то же самое, как бы, ну, как я всегда говорил, да, что если я принял, ну, да, то есть, ну, у меня состояние успеха, да, то есть, ну, как бы я, ну, в моём случае просто у меня нет страха. Говорят, что наркотик создаёт величие человека, ну, обманчивое, может быть, такое величие. Ну, как бы, как сказать вам величие, да, меня тоже на одном этапе, ну, там надо смотреть, да, они по-разному действуют, да, есть, которые, да, придают тебе ощущение того, что ты… Ну, как минимум, работоспособности какие-то такие… Ну, в любом случае у тебя будет работоспособность, если у тебя физическая зависимость, тут без вариантов, да, ты без этого шевелиться просто не можешь уже, да, в принципе, даже ты не испытываешь никакого удовольствия уже давно. Удовольствие от наркомании, да, оно на первом этапе, там, так, если процентуально выразиться, первый процент, ну, может быть, так, 5-10, это удовольствие, потом удовольствия больше никакого нет абсолютно, да, то есть, ну, есть просто, как я это говорю, есть эта система, игра, все, ты в ней, и ты даже хочешь из нее, как бы, выбраться, да, но ты не можешь, ты постоянно не можешь, да, то есть, ну, потому что ты себя обманываешь, да, ну, то есть, и наступает такой момент, когда ты не можешь больше жить с наркотиками, ты, как бы, без них жить не можешь, но и с ними ты больше жить не можешь, все, да, то есть, ну, ты, как бы, закончился, ну, и тогда, как бы, ну, в моем, я лично, в своем случае, вот, ну, нашел свой путь, да, то есть, Это, наверное, я не пробовал какие-то разные другие пути, как многие люди. Я как-то в один путь пришёл. Просто я увидел людей, которые выздоравливают. Я им просто поверил. Я понял, что они не врут, что они не заинтересованы меня воспитывать, указывать мне. Они просто делятся своим опытом. И могут время от времени дать какую-то рекомендацию. Как, возможно, было бы лучше. Но они тебе не навязывают, именно так надо делать. Мне это импонирует, потому что я эгоцентрик. Я не могу никого воспринимать, чтобы мне кто-то указывал что-то или ещё что-то. Плюс, наверное, очень большую роль в этом сыграло просто моё формирование личности. Потому что, если так, вкратце, когда мне люди спрашивают, вкратце могу так сказать о себе. То есть, я вышел из деструктивной семьи, в подростковом возрасте начал употреблять. Грубо говоря, подростком я попал в места лишения свободы. И там произошло у меня становление личности. И я провожу достаточно много лет за решёткой в употреблении. И очень регулярном, а не так. И потом я, допустим, освобождаюсь. И я уже, как говорится, взрослый человек. То есть, у меня 26 лет. И я учусь жить заново. Поговорим об этом после перерыва. Прервёмся на несколько минут, потом продолжим. Оставайтесь с нами. Продолжаем, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Выбор». Я Анна Смирнова. Мы говорим сегодня о зависимости от наркомании. У нас в гостях сегодня выздоравливающий наркоман, имя которого мы не раскрываем. Благодарю вас, что вы пришли. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Также можете звонить нам. Вот за эфиром вы сказали мне, что ошибочно сегодня люди делят легкие наркотики и тяжелые, разделяя это. И что марихуана – это как раз трамплин героина. Ну, такое существует, по крайней мере, мнение. Был у вас этот трамплин, этот переход? Ну, знаете, как вам сказать. Это как бы происходит все по определенной накатанной трассе. То есть, в моем случае. Сначала ты покурил сигарету, потом ты попил пиво, потом ты покурил рихуану, а потом ты подросток. Музыка, вот эта вся культура, вот это все тебе интересно. Это, будем честны, пропагандируется очень массово. И не один десяток лет. Этот образ жизни. И тебе просто как бы интересно. Тебе хочется просто попробовать. Одно, второе, третье, четвертое, пятое. Именно попробовать. Потому что ты думаешь, что ты уникален. Просто попробовал и все. Тем более, пока ты подросток и так далее, если ты пробуешь какие-то разовые случаи. У тебя же нет таких, как вам сказать, вот этого вот постотхода. Ты чувствуешь себя замечательно. Да, то есть как будто бы ты даже и не употреблял. То есть, ну, вот. Ну, а потом, наверное, как бы вот в моем случае, я зависимый, да, то есть, ну, мне это нравилось. И как бы, ну, наступает просто такой момент, да, когда вот ты это делаешь, ты с компанией, да, там, пошел на дискотеку, ну, или еще куда-то. А наступает такой день, когда тебе компания не нужна. Когда ты один, да, и тебе всегда мало. И поэтому тебе компания в очень не нужна. Да, как бы, ну, потому что, вот. В употреблении, я же считал, что у меня есть только одна проблема, да, и она заключается в количестве наркотиков. А все остальное в порядке у меня. Ну, вы сказали, одной дозы слишком мало, а тысячи уже недостаточно. Недостаточно всегда. И это проявляется сегодня в чистоте. Да, то есть мне, ну, мало. Если я куда-то иду проводить с кем-то время, мне мало, мне хочется еще. Если мы там смотрим футбол, мне мало, я хочу еще. Или мы в него играем, я хочу еще. Мне все время как бы мало, да. Но это просто механизм, да, он работает, да. Ну, то есть, и он не может за один день уйти. Потому что я не за один день превратил себя в то, во что я превратился, да, когда вот дошел до своего дна. Это случилось за годы, да. То есть... Ну, я в целом, да, ну, как бы употреблял 10 лет, получается. Ну, так. Именно как я это так считаю. Ну, вот. И, соответственно, идут годы, и чтобы что-то менялось, да. То есть, ну, чтобы в мышлении, в восприятии мира, да. То есть, ну, и я учился использовать те инструменты, которые мне даны, да. То есть инструменты даны мне сразу, да, но не всеми ими я сразу умею пользоваться, да. То есть, ну, я учусь ими пользоваться, и, ну, мне это помогает. Но все равно есть все время взлеты и падения, да. То есть, ну, как бы... Как пребывание в тюрьме на вас отразилось? Ой, ну, как на меня отразилось пребывание в тюрьме, смотрите, да. То есть, ну, наверное, как у любого человека, да, особенно у мужчины, да. То есть, ну, у тебя формируется какое-то вот такое мировоззрение, да, что хорошо, что плохо, да, и обычно, как бы, этому учат отцы, да. Ну, я, как бы, рос без него, и, ну, в чем-то он, как бы, очень хороший пример для меня был, в чем-то не очень, да, но суть не в этом, да. То есть, ну, его не стало, когда я был маленький, вот. И у меня не было такого, ну, как вам сказать, архетипа, да, мужчины, да, каким он должен быть. И у меня есть собирательный образ. Примера, так называемая. Да, вот, от каких-то там близких родственников, да, мужчин, ну, и также в тюрьме. Я не могу сказать, да, я понимаю, что в силу стереотипного мышления многим людям это будет непонятно, но я не могу сказать, что все те вещи, на которых базируются отношения и жизнь там, и вообще людей этого менталитета даже за пределами, да, что это все плохое, это не так. Это далеко не так, особенно для мужчины, да, то есть, ну, просто буду ли я совершать злодеяния или не буду, вот в чем вопрос, да. Да, но очень многие вещи я именно научился хорошими, да, то есть, ну, и вообще, как, ну, как говорится, ну, настоящий мужчин должен пройти, что, ну, тюрьму, войну и дурдом, да, там, и написать потом об этом книгу, да, то есть, ну, и, ну, поэтому очень сложно, но формируются эти вещи. Мне очень тяжело было переступать через себя, да, то есть, ну, вот, но я как-то не знаю, слава богу, понимал это, что это надо будет, наверное, ну, из серии, вот, могу поделиться опытом, да, я освобождаюсь из тюрьмы, да, то есть, ну, я там какое-то время вышел и не работал, да, то есть, ну, я там употреблял, как бы, ну, вот и так далее, да, но при этом, да, то есть, ну, я уже был женат, да, то есть, ну, и как бы наступил такой момент, когда я должен, ну, взять на себя ответственность, да, то есть, там, пойти работать и так далее, да, ну, я, например, устраиваюсь на работу, да, и в силу, например, моего мышления, приобретенного в местах лишения свободы, да, я не могу работать на этой работе, да, по причине, там, некоторых людей, которые там работают и их каких-то там, допустим, ну, действий, ну, вообще, да, их мировоззрения, да, но я понимал, что если я сейчас приду домой, я такой жене скажу, вот, ты понимаешь, вот там, как бы, ну, вот так, да, ну, она мне счет за квартиру покажет и задаст мне вопрос, а ты, ну, как бы, глуп, да, то есть, я как-то это понимал, да, и знал, что надо переступать через себя, но есть еще второй момент, да, когда я это делал, я находился в употреблении, да, я приглушал это все, да, и я не знаю, ну, очень сложные вещи, то есть, ну, так, механизмы сложные в голове и сама вот эта вот натура зависимого все усложнять, да, то есть, ну, раздувать из мухи постоянно слонов и далее, и далее, и далее, да, то есть, ну, вот, этот негативизм, хронический негативизм, да, от него очень тяжело избавиться. Каким был ваш предел, когда вы поняли, что достигли дна, как это было? Это был Новый год, на самом деле, я очень хорошо помню это чувство, я был у себя в родном городе на фейерверке новогоднем со своей семьей, у меня в руках была бутылка шампанского, да, я собирался идти там к одному, ну, скажем так, приятелю очень близкому, вот, с целью употребления я туда шел, а не с целью проведения с ним время, да, то есть, ну, как бы, и я пил шампанское, да, и в тот момент я очень хорошо идентифицировал свои мысли о том, что мне абсолютно не важно, что сейчас за день, что за повод, что за мероприятие, да, что самое главное для меня то, что сейчас в моей руке алкоголь, это самое главное, я это понял, я понял, что я не испытываю радости, я не испытываю счастья, и я как-то, эта пленка так быстро крутилась, я понял, что это не испытываю уже очень давно, и я вспомнил свой Новый год, самый первый Новый год, когда я был в местах лишения свободы, как бы, это не самое лучезарное место, да, то есть, ну, но я испытывал вот эту вот детскую радость внутри, вот это волшебство еще маленькое, да, и у меня прошло это сравнение, я понимаю, что тогда я был, как бы, лишен всего именно в ту ночь, а в эту ночь, как бы, у меня есть много, да, то есть, такое изобилие своего рода, да, а я, ну, я понял, что я закончился, я закончился, все. Хотя сознание того, что вы себя убиваете, вы говорили, что вы отравляете свои органы, в том числе, это было, но так или иначе это не заставляло отказаться. Это было очень много лет, я помню, даже как-то раз в тюрьме, я помню, находясь, я понимал, что я себя убиваю, я реально это осознавал. Там вы употребляли. Да, и я помню, как я втихаря молился, чтобы мне Бог дал силы перестать это делать, но тогда я делил, как бы, такие вещи, что если я не делаю себе инъекции, да, то, значит, я не употребляю, ну, как бы, да, я там делил это все, вот, ну, то есть, какие-то такие вещи со мной происходили, да, то есть, ну, я осознавал, что я себя убиваю очень достаточно долгое время, но это одержимость, да, а сегодня я понимаю, что, ну, употребление меня освобождало от страхов, да, о страхе, я меня мучаюсь с детства, да, то есть, ну, я готов на все, чтобы их не испытывать, да, то есть, ну, вот. Но вы пытались самостоятельно завязать, вот, в течение этих 10 лет? Ну, я пытался контролировать, да, ну, то есть, это просто контроль. Я, во-первых, ну, там, интересовался, там, разными всякими, ну, психологическими практиками, и я знал, что есть такая игра заменять одну зависимость другой. Я был убежден в том, что если я когда-то что-то начал употреблять, то это навеки вечный аминь, и я думал, что люди, которые перестали употреблять, их Бог лично коснулся пальцем в лоб, вот, поскольку я не знал ни одного человека, который начал употреблять и перестал, и слышал, слышал от двух таких людях, с которыми это произошло, да, то есть, ну, вот, и также слышал от них, что они не знают, будет ли это на всю жизнь, да, и я вижу сходство с собой, я тоже не могу сказать, что я сделаю завтра, да, у меня цель остаться чистым только сегодня, это единственная цель в моей жизни, да, и очень важно это помнить. Эти 24 часа? Ну, не то, чтобы 24 часа, просто, как бы, ну, как вам сказать, вот, я забываю иногда о том, откуда я пришел, да, я сегодня еду в машине и думаю, у меня машины, да, ну, не очень классные, я хочу себе получше, да, ну, понимаете, то есть, мне мало, я хочу еще, потому что у меня пусто, да, и, соответственно, эту машину, я ее употреблять хочу, ну, употреблять ее, да, то есть, чтобы она давала мне чувство какого-то счастья, но я его не получаю никогда. То есть, это разрушающее чувство, когда мало? Ну, не то, чтобы разрушающее, знаете, сегодня оно не совсем разрушающее, да, но просто, наверное, нет, все-таки оно разрушающее, ну, я соглашусь с вами, потому что, когда их очень много, и ты ими не делишься, они копятся, да, они копятся, из-за того, что они копятся, да, становится тяжело, в принципе, пребывать в, ну, сознании, да, и начинается сразу, ну, скверно исходить из тебя, да, то есть, и словесное, и поведение, и реакции, и вот это все, да, то есть, ну, потому что я несчастлив, значит, и вы все должны быть несчастливы, да, то есть, ну, как это, ну, потому что я же могу, когда я несчастлив, а потом, раз я эгоцентрик, да, мне кажется, что я самый несчастный человек в мире. Это чувство саможалости? Да, это жалость к себе, это такое, это, как мы говорим, это самое бессмысленное чувство вообще, в принципе, жалость к себе, то есть, ну, оно, оно пустое, да, но оно работает у меня вместе со всем, да, потому что я никак не могу смириться с тем, да, что я болен, и это навсегда, да, я в голове придумываю все формулировки, что я плохой, там, да, недостаточно развит, там, недостаточно, там, образование получил, недостаточно это, недостаточно то, да, а этот вот там класснее, а он там красивее, он там сильнее, он там выше, да, то есть, ну, эти комплексы, вот эта вся неуверенность в себе, да, и это все проявляется, чем я одеваю маски, да, то есть, мне начнется высокомерие, да, что я очень классный парень, я начинаю искать инструменты, да, которые у меня есть, да, чтобы это происходило, да, и я могу кому-то нанести моральный ущерб, да, то есть, ну, самоутвердиться, значит, чтобы почувствовать себя лучше, но самое забавное, что в конце этого уравнения я еще более несчастен, чем в начале его, да, то есть, ну, и вот, когда ты начинаешь это все осознавать, да, тебе еще хуже становится в этих схемах, но я продолжаю иногда их делать до тех пор, да, пока я в них опять достигаю вот этого дна, то есть, в любое мое изменение, да, я там, допустим, ты бросил употреблять, и сейчас еще есть целый товарняк вагонов, да, что нужно сделать, да, потому что, ну, это духовное разрушение, да, то есть, ну, со мной происходило всю эту жизнь, да, то есть, ну, и из-за этого, ну, как бы есть вот эта моя проблема. Но героин называют наркотиком, который ждет. Почему так? Ну, это такая вообще больше, наверное, ну, на мой взгляд, такая поговорка, ну, из серии, да, он умеет ждать, она, как бы, насколько мне известно, пришла из мест лишения свободы просто, ну, потому что, ну, как бы... А что является спусковым крючком для строя? Это внутренняя или внешний фактор? Изоляция. То есть, я никогда не должен оставаться наедине со своей головой, да, в которой живет, по-разному можно называть, болезнь, там, я не знаю, как хочешь, голос, там, неважно, да, но есть вторая личность, да, которая находится во мне, да, и я четко чувствую разделение этих двух вещей, да, то есть, ну, вот, иногда не понимает же, где ты, где не ты, да, то есть, ну, которая, как бы, хочет меня убить. Моя зависимость, она хочет меня убить. И она хочет это сделать не быстро, а чтоб я мучился, да, и если она видит о том, что я сегодня захожу в магазин и вижу, например, алкоголь, да, ну, это звучит странно. Я обожаю пить алкоголь, да, но я не умею это делать. Я пробовал, мне не получается, да, то есть, ну... Контролируемо. И со всем остальным, да, у меня не получается. И я могу увидеть бутылку алкоголя или увидеть человека, который сейчас вот прям при мне, например, что-то делает, я не сделаю этого, да, то есть, ну, у меня есть это здравомыслие. И болезнь работает иначе. Она, как вам сказать, пытается подойти ко мне по-другому, да, она эволюционирует. Я выздоравливаю, и она эволюционирует все время за мной, да, чтобы меня вернуть туда. Вот. И если я поступаю с каким-то духовным принципом, да, где-то нечестен до конца, где-то что-то там не сделал до конца, да, то есть, ну, это копится все, да, то есть, ну, если я ношу это в себе и не делюсь этим, да, я не работаю с этим, мне плохо в этих чувствах, да. На этих чувствах я могу сделать что-то еще деструктивное, да, из-за этого мне становится еще хуже, еще, еще. И суть в чем, когда это все скапливается, да, я не могу, как бы, в этих чувствах находиться, мне очень больно и тяжело. И если я не прихожу, там, ну, на группы моральной поддержки, да, то есть, ну, не делюсь этим, да, то есть, не работаю по программе, да, вот, то наступит предел, да, этих действий, этого всего, да, то есть, ну, я могу заменять сначала употреблением, ну, каким-то другим это все, да, там, употреблять компьютерные игры, употреблять какие-то вещи, да, убегать от реальности. Альтернатива. Да, всегда все равно я убегаю от реальной проблемы куда-то во что-то. Но это все очень быстро заполнится, да, и просто эти чувства настолько будут острыми и больными, да, что моя голова мне скажет, единственный выход сейчас есть нажать на кнопку выключить чувства. А выключить чувства – это употребить. Отключить неудовольствие, отключить боль, да, то есть, ну, то, с чего я найду. Я начал, да, то есть, я начал употреблять не для того, чтобы быть счастливым, а перестать быть несчастливым, да, то есть, ну, ну, вот такие какие-то вещи, да, то есть. Ну, а импульс по-настоящему отказаться от наркотиков, он с помощью чего появился? Вот в ту ночь как раз новогоднюю, о чем вы рассказывали? Знаете, как получается, и очень тяжело объяснить, да, очень трудно донести до, ну, так называемых независимых людей такой момент, да, что, допустим, я не употребляю, не усилием воли. Сила воли здесь не работает абсолютно, да, моя болезнь только ждет, чтобы я подумал, что я силой воли что-то могу, да, я не могу, я бессилен перед употреблением, да, я не могу контролировать употребление. Я сдаюсь, я капитулирую, да, наркотики сильнее меня. В то же время они не побеждают. И только когда я это признаю, и я должен это чувствовать, да, то есть, ну, это не интеллектуальное осознание, да, тогда я могу сделать иначе, я могу не употребить, да, и это чудо, да, если наркоман один день встал и не употребил, это реально чудо, ну, как это, ну, да, то есть, ну, вот. И так же самое, ну, со всем остальным, ну, в основном, да, как бы. Вы ощутили это чудо, когда встали? Вы знаете, я вам честно скажу, как есть, да, вот предыдущий ваш вопрос, да, то есть, ну, вот это вот ощущение, да, когда ты не можешь больше употреблять, оно есть, потому что ты употребляешь, эйфории нет. Доза растет, а эйфории не появляется, ее просто нет. И доза растет настолько мощная, да, и не важно, что ты принимаешь. Когда тебе отключается сознание, но когда отключается сознание, ты или в обморок падаешь, или там засыпаешь, ну, то есть, ты вообще не функционален, в принципе, да, потому что там под влиянием каких-то опьяняющих веществ, я могу быть функционален, да, там тоже интервью давать, работать, что-то делать, да, и думать, что все окей, да, как бы люди со стороны могут видеть, что я не совсем до конца пребываю, как бы, в адеквате, да, но мне кажется, что со мной все хорошо, но этого становится все мало и мало, тебе надо больше и больше, потому что эти чувства, боль, они не уходят, они растут вместе с твоим употреблением постоянно. И приумножаются. Да, и есть такой момент, когда ты просто хочешь выключиться уже, ну, то есть. У нас есть звонок, надевайте, пожалуйста, наушники, радиослушатель на линии, здравствуйте, слушаем вас. Да, слушаем вас. Ну, пропал куда-то наш радиослушатель, перезвоните 672 12 93 9 и 672 13 93 9, телефону прямого эфира в нашей студии, вот снова появился звонок, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Хорошая очень передача, у нас, на самом деле, может быть, даже побольше таких передач. Огромное спасибо вашему гостю за его историю, очень поучительно. Я, честно говоря, себя вспомню, у меня тоже был период, ну, правда, прошло уже 14 лет, где-то мне было 18, 19, 20, ну, тогда эти времена были, начало 2000-х годов, экстазия, амфетамин в основном, вот, и я, честно говоря, тоже увлекся очень сильно, года, наверное, на три, просто каждый выходной в больших уже количествах, до иголки не дошло дело, хотя были предложения, вот. Ну, вот 14 лет прошло, меня что остановило? Я уехал, во-первых, с того места, где я жил, где были мои, так сказать, знакомые. Кстати говоря, двое в итоге умерли уже, мне сейчас 35 лет практически, да? И вот что меня, не знаю, спасло, не спасло, во-первых, да, то, что я уехал с этого района, где я жил, и плюс еще чем-то начинал заниматься, спорт, кстати, 15 лет я спортом занимаюсь, книги читаю в университете поучился, семья, жена, ребенок, вот, так что все, в принципе, но все как-то у меня само произошло, то есть я не прибегал на никакие помощи, имею в виду извне, там, психологи, наркологи и так далее. Ну, может, у меня сила воли просто какая-то побольше, вот, просто себя вот вспомнил, а гостю вашему желаю удачи большой, все в наших руках в любом случае всегда, надо стараться и вот всяческих успехов. Спасибо, что пригласили, и мы еще раз большое спасибо, всего доброго. Спасибо вам, что вы позвонили, но вот комментарий от нашего радиослушателя, и еще сразу звонок, да, здравствуйте, нет, сорвался, перезвоните, 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира в нашей студии. А вот избавление от, простите, сейчас вот примем звонок уже, раз он появился вновь, здравствуйте, да, слушаем вас. Добрый день. Во-первых, действительно искреннюю благодарность смогу выразить вашему гостю, потому что он настолько говорит о прожитом и настолько доходчиво, потому что, ну, действительно искреннюю ему благодарность. Дело в том, что эта тема актуальная тоже для меня, я уже совсем зрелый человек, ну, уже на пенсии, да, и я сломалась именно, когда у меня произошли какие-то тяжелые события в жизни, и не было сил с ними справиться. Я, правда, не наркотики, а на алкоголь подсела, да, и это давало мне какое-то время силы, что вроде как появлялись силы, я могла что-то делать, вот, и потом все это дело исчезало, потом тема алкоголя наращивалась, чтобы вытащить все это дело, ну, чтобы как-то там двигаться что-то, вот, какая-то бы энергия пошла и так далее. И тоже я пришла к тому, что на самом деле это не панацея, уже ничего не действует, учитывая то, что я весьма зрелый человек, да, вот. И я, поскольку человек реальный, пытаюсь с этим справиться. Я уже вижу, что у меня действительно есть зависимость, вот. И как вот именно ходить куда-то там в какие-то группы и так далее, ну, не знаю, я себя там не вижу, да. Но, тем не менее, вот именно этот ваш гость, хотя там были темы и насчет алкоголизма там и так далее, но насчет зависимости, это не важно. На самом деле зависимость, это действительно, это страх. Это страх, это безысходность, это пустота. Вот, вот все вот эти вот причины. И поэтому я не знаю, как его зовут, да, но вот от меня действительно благодарность огромная, поскольку он действительно настолько, как бы, говорит о том, что я проживаю сейчас, вот. И, ну, короче, огромное ему спасибо. Спасибо вам, что вы позвонили. Ну, такая реакция от наших радиослушателей уже под занавес нашего эфира. К сожалению, время уже подошло к концу, и я благодарю вас за то, что вы пришли. Напомню, что говорили мы сегодня о зависимости от наркомании. Программа «Выбор» выходит каждую среду в 15.00, так что, уважаемые радиослушатели, оставайтесь с нами, а нашему гостю я говорю спасибо и всего доброго. Спасибо вам тоже. Спасибо.